Добрый день, уважаемые гости нашего клуба «Несохраняемая». Это наш новый проект исторической библиотеки и Российского государственного социального университета, посвященный, как мы сказали, коллекциям от сам издата до цифровых ресурсов. То есть то, что традиционно не представляют из себя, как традиционно не представляют библиотеки, но на самом деле в настоящее время библиотеки таковыми и являются. И именно такие материалы они предоставляют читателям, но изначально берут на свое хранение. Первый наш доклад нашего клуба – это был мой, Струкова Елена Николаевна, заведующая Центром социально-политической истории исторической библиотеки. И был он посвящен материалам социальной карикатуре периода самоизоляции или, точнее говоря, коллекции карантинок. Я могу сказать, что все было замечательно. И в ближайшее время этой коллекции уже будет введена в фонд, и список этой коллекции будет вывешен в открытый доступ. К сожалению, сами картинки мы не можем выложить, они будут доступны только из стен библиотеки, поскольку они являются объектом авторского права. Но, тем не менее, вот так мы продолжаем работу. И сегодня мы пригласили к нам Анну Николаевну Ракетинскую, куратора русской коллекции библиотеки Гарвардского университета, для того, чтобы она рассказала нам о цифровых ресурсах для словистов в фондах Гарвардского университета. Мне кажется, что это чрезвычайно важная тема по той причине, что в период пандемии мы все прекрасно осознали, насколько нам нужны источники, оцифрованные, находящиеся в интернете, которыми мы, историки и представители других гуманитарных профессий, можем спокойно пользоваться. И это не только российские источники, как выяснилось, мы очень мало знаем о том, что оцифрованы и какие богатства есть в архивах и библиотеках за рубежом, именно для словистов, именно для тех, кто занимается отечественной историей. И поэтому сегодня мы пригласили Анну Николаевну Ракетянскую и предоставляем ей слово. Большое спасибо. Добрый вечер всем. На самом деле у меня сейчас утро, но я знаю, что у вас вечер. Я надеюсь, что он добрый. Я очень рада возможности поговорить о нашей коллекции, это рассказать о цифровых фондах для словистов в Гарвардской библиотеке. Я сразу точню, что речь будет идти о тех коллекциях, которые мы сами оцифровали, это наши собственные Гарвардские коллекции. Я не буду здесь затрагивать, естественно, коммерческие, множество коммерческих реконных ресурсов, которые есть в испоряжении Гарвардских исследователей. Я буду говорить только о этих коллекциях, Гарвардских коллекциях, которые у нас оцифрованы. И здесь важно отметить то, что большинство этих наших оцифрованных коллекций находится в открытом доступе, практически 99%. То есть они доступны абсолютно для всех. Я не смогу здесь, конечно, рассказать обо всех наших цифровых коллекциях, поэтому я выбрала, во-первых, коллекции, связанные с Россией, и, во-вторых, я выбрала коллекции, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными, являются уникальными. И вот именно о них я расскажу. А потом я расскажу о том, как найти все остальные. Стоит отметить, что коллекции, о которых я буду сегодня рассказывать, вы увидите, что они очень разнообразны. Они разнообразны по содержанию, они разнообразны по оформлению, по способу, собственно, презентации. И не всегда легко бывает их найти, они находятся на разных платформах. И я постараюсь сегодня дать какие-то вам ключики, что ли, к этим коллекциям, к тому, как их найти. Ну, прежде всего, я хочу сказать буквально два слова о нашей библиотеке, собственно, Гарвардской библиотеке. Библиотека Гарвардского университета – это старейшая библиотека США, основана в 1638 году. Она является крупнейшей среди университетских библиотек США. Славянская коллекция Гарвардского университета считается одной из лучших за пределами территории бывшего Советского Союза. А в Гарвардском библиотечном фонде русская коллекция находится на пятом месте по числу монографий после английской, русской и испанской, что достаточно, в общем, достаточно неплохо. Итак, сейчас я поделюсь своей презентацией. Все ресурсы, о которых я сегодня буду говорить, попадают в следующие пять категорий по формату. Я буду говорить об архивных коллекциях, коллекция архивных документов, коллекции изображений, коллекции аудиофайлов, их немного, но они все-таки есть, оцифрованные книги и периодика, ну и, наконец, коллекции смешанных форматов. Это коллекции, в которых различным образом сочетаются вот эти остальные форматы. В принципе, важно помнить, что все коллекции, все вообще абсолютные материалы, которые есть в наших фондах, все можно найти в нашем основном электронном каталоге Холес. Здесь есть абсолютно все. Это частное. Из всех библиотек гарвардских, а у нас их много, у нас их более 70. Город Косинская, Губна, Секутузовский. Вот. То есть, в нашем основном каталоге есть все, кроме того, поскольку, кроме того, у нас есть два особых каталога для особых форматов. Есть каталог Холес Имиджес, то есть это как модули, дополнительные модули основного каталога. Холес Имиджес – это Холес для изображений, для именно цифровых изображений. И есть так называемый Холес для архивов. Это, собственно, каталог путеводителей по архивам. И цифровые материалы, оцифрованные материалы архивных коллекций находятся обычно именно здесь. И все эти три вида наших каталогов мы сегодня увидим в процессе презентации. В первую очередь хотелось бы поговорить, конечно, об архивных коллекциях. Архивные документы стали у нас одним из первых объектов оцифровки. И среди русских коллекций они стали первым. И самым первым проектом стал Гарвардский проект по советской социальной системе. Я хотела, кстати, вас спросить, известен ли вообще этот проект. Мне просто очень интересно, известен ли этот проект в России, известен ли это сочетание Гарвардский проект. Я немножко тогда расскажу о нем. Это политико-социологическое исследование советского общества, предпринятое сразу после окончания Второй мировой войны исследователями из Гарвардского Центра по изучению России. Этот центр, кстати, существует до сих пор, он теперь сменил название, он называется Центр евразийских исследований имени Дэвиса. В чем заключался проект? Исследователи провели целую серию интервью, очень подробных интервью, с бывшими советскими гражданами, которые находились в лагерях для перемещенных лиц в Западной Европе, а затем и в США. Интервью эти проводились по двум направлениям. Первое направление – это подробные интервью о личной биографии информанта, где родился, где жил, где учился, как женился, как попал на войну и так далее. А второе направление – это были вопросы общего характера о жизни в СССР вообще, о том, как люди поступают в высшие учебные заведения, как работают, какие производственные отношения существуют. И вот таким образом было собрано 704 интервью. Это огромная коллекция. Кроме интервью, в ней также находятся сами опросники, какие-то психологические тесты, ну, в общем, вся вот эта сопутствующая документация. И коллекция эта считается очень важной. Она буквально один из основных, наверное, первоисточников по изучению жизни в Советском Союзе, вот этот период между 1917 годом и серединой 40-х годов. Пользоваться этой коллекцией было очень сложно, пока ее не оцифровали, потому что она находилась в 80 огромных ящиках. И несмотря на то, что существовали, конечно, путеводители, но все равно это, конечно, очень было сложно, очень непросто. И вот в 2005 году по инициативе исследователей все эти документы были, наконец, оцифрованы. Помещены они были в формате базы данных. Вот мы сейчас ее посмотрим. Вот эта база данных, это означает, что в ней можно делать поиск. Вот здесь окошечко для поиска. Но должна сразу предупредить, что русской эта коллекция является относительно, потому что, как ни странно, практически все эти интервью на самом деле были записаны на английском языке. Они велись на русском, на русском, украинском, но записывались на английском. Есть несколько буквально документов, которые все-таки на языке оригинала. Их очень мало, их позже можно найти, я расскажу как. Итак, давайте попробуем сделать поиск. Но мы будем искать сейчас по-английски. Вот введем какое-то такое простое слово, вроде school, школа. Посмотрим, в каких документах это слово упоминается. И вот упоминается оно. Как мы видим, результаты. 5215 результатов. Это значит странички, не документ. А странички, потому что в документе может быть несколько страниц. Но вот эта страничка, 5000, выше 5000 страниц, это слово употребляется. И давайте заглянем внутрь такого документа. Вот мы нажимаем на эту ссылку и посмотрим, как все это выглядит. Выглядит это вот так. Мы получаем машинописную страничку, мы можем ее увеличить, рассмотреть. И что, пожалуй, здесь самое важное, то, что можно получить машиносчитываемый текст. Вот здесь есть такая кнопочка «View Text». «Смотрите текст». Мы на него нажимаем, мы получаем текст. Здесь очень ценно в этой коллекции то, что все тексты здесь набирались вручную. Это не автоматическое считывание текста, а именно набор вручную. Но недостаток этого процесса в том, что набраны оказались только англоязычные тексты. Тексты на кириллице набраны не были. И поэтому нельзя в кириллических текстах делать никакой поиск. Но, тем не менее, есть способ делать какой-то, каким-то образом их все увидеть. Для этого нам нужно просто набрать в поиске слово «циролик», то есть кириллический. И такой поиск нам даст 114 результатов, то есть 114 страничек, на которых, собственно, есть кириллический текст. Обращу ваше внимание на то, что все-таки некоторые, вот здесь, например, 4 документа, все-таки почему-то доступ к ним ограничен только для Гарварда. Почему, я сказать не могу, я не знаю. Ну, давайте посмотрим на документ, который открыт. Вот мы видим документ, он как раз на украинском, кстати, языке. Мы его можем рассмотреть, а вот текст мы не увидим. Вместо этого мы просто видим слово «кириллический». Так что, в целом, это очень интересный ресурс. Я очень рекомендую с ним познакомиться поближе. Следующий архив, о котором я хочу поговорить, это архив Троцкого. Это, надо сказать, один из наших самых, может быть, даже самый последний архив. И на самом деле работа над ним все еще ведется. Он сейчас активно оцифровывается. Уже многое очень готово, многие документы уже готовы, с ним уже можно ознакомиться. Вообще, архив Троцкого – это, конечно, один из наших самых ценных и уникальных архивов. Он к нам попал непосредственно от Троцкого. Вообще, на самом деле, история этого архива, конечно, заслуживает отдельного приключенческого романа. Начиная с того, как этот архив возник, как Троцкий его вывозил из России, как вместо оригинала, который ему не позволили вывезти, он заказал машинописные копии, всех документов, с которыми он когда-то имел дело, которые он сам подписывал. И как он архив вывозил, вывозил по разным странам, его пытались у него похитить. В конце концов, этот архив попал с ним в Мексику. И вот уже из Мексики, в конце последних годов своей жизни, Троцкий вел переговоры с Гарвардским университетом о покупке этого архива. Потому что он чувствовал, что это единственный способ сохранить, он хотел сохранить свой архив. И, насколько нам известно, как говорит легенда, он получил, наконец, телеграмму от Гарвардского университета с подтверждением в тот самый день, когда на него было совершено покушение. Но как бы там ни было, архив, в конце концов, оказался в Гарварде. То есть вовремя, конечно, всё было оформлено, и он оказался в Гарварде. Архив состоит из двух основных частей. Это советские годы и годы изгнания. Советские годы, как я уже сказала, это в основном копии, машинописные копии документов, а годы изгнания там уже у нас оригиналы. Давайте посмотрим, наконец, как это всё выглядит, как этим можно пользоваться. Вот мы с вами сейчас попали как раз внутрь вот этого Холлеса для архивов. Это Холлес для архивных путеводителей. И мы с вами смотрим на путеводитель по этой коллекции. Это не путеводитель по цифровой коллекции, а путеводитель по самому архиву Бродского советские годы. Этот путеводитель состоит из трёх основных частей. Общее описание коллекции, затем инвентаризация, перечисление всех её элементов, и, наконец, digital materials, цифровые материалы. Вот это третья папочка. Здесь в скобках мы уже видим цифру. 2521 документ. Вот. Это достаточно, считаю, немалое число, но я не знаю, всё ли это. Пока мне ещё это неизвестно. И вот мы можем с вами посмотреть на один из документов. Например, вот здесь мы видим ссылочку в прямоугольнике, а потом квадратик со стрелочкой. Вот мы на неё нажимаем. И мы видим документ. Вот, пожалуйста, который тоже мы можем увеличить и можем посмотреть текст. Но здесь, в отличие от городского проекта, текст вводился машиной, читался автоматически, поэтому он очень несовершенный. Но, тем не менее, всё равно это какой-то текст. Это, в общем, всё равно, конечно, неплохо. А сейчас мы можем посмотреть на вторую коллекцию «Года изгнания». Выглядит это, в общем, так же. Это тоже путеводитель по коллекции. И вот мы посмотрим на цифровые материалы. Мы увидим, что здесь у нас они будут выглядеть немножко по-другому. Посмотрим, например, на письмо. Письмо Троцкому от Анжелики Балавановой. Мы видим, что это машинописное письмо. Мы можем его внимательно рассмотреть, вот со всех сторон вот так вот подвигать. Но текст, к сожалению, здесь мы не увидим. Потому что рукописный текст уже не вводился, понятно. Так что это коллекция, за которой нужно следить. Она продолжает расти. И, кажется, это очень интересно. Дальше. Следующая коллекция, о которой мне хотелось бы поговорить, это коллекция русскоязычных эфемерит. Во-первых, нужно, наверное, еще раз определиться, что такое эфемериты, поговорить об самом этом термине. Я нашла… Оно соответствует принципу американскому английскому термину «эфемера». И я проверила его в словаре. Есть такой англо-русский словарь по библиотечной информационной деятельности. Он был издан в 2005 году. И там это слово толкуется как печатные материалы кратковременного значения. В принципе, я согласна, но слово «значение» я бы заменила на «на-значение». Потому что, что касается значения, я считаю, что эти материалы имеют совсем-таки не кратковременное значение, а очень даже важное, потому что они являются у нас историческими первоисточниками. А вот что касается «на-значения», то по «на-значению» своему, действительно, они кратковременные, потому что они предназначены обычно для какого-то конкретного события в качестве какой-то информационной поддержки, что ли. Это плакаты, листовки, какие-то различные материалы. Может быть, даже у нас в нашей коллекции, например, есть даже продуктовые карточки, вот такие вот вещи. Насколько я знаю, в исторической библиотеке есть фонд нетрадиционной печати. Это очень похоже по содержанию, конечно, фонда, но у нас понимание, эфеморит наше понимание немножко шире, потому что речь идет не только о печатных материалах. У нас в эти коллекции включены также артефакты различные. Это могут быть какие-то кепки, пакеты пластиковые, даже носки у нас есть в нашей коллекции, скажу честно, с политической символикой, естественно. Эфемериды, это, я бы сказала, это скажу честно, это мой любимый вид, наверное, коллекции, потому что они очень колоритные, они очень разнообразные, они прекрасно отражают свое время. В то же время они самые хрупкие, требующие большого внимания и заботы со стороны куратора. Наши коллекции русскоязычных эфемерид начинаются где-то с середины конца 80-х годов, мы продолжаем их собирать до сих пор, но оцифрованы у нас только коллекции где-то с 87-го по 99-й год. И они тоже в свободном доступе, их тоже можно посмотреть. В эту серию коллекции входят семь, собственно, коллекций, и организованы, вот они здесь перечислены на этом слайде, они организованы по разным принципам. Среди них есть коллекции достаточно общие по характеру, а есть конкретные, на тему конкретных каких-то исторических событий. Ну, например, вот есть российские политические эфемериды, 87-й, 99-й год. Это достаточно общие коллекции, там, в общем, всё-всё-всё-всё-всё отовсюду во всём. А Советские республики и страны бывшего Советского Союза тоже достаточно общая коллекция, но она посвящена именно материалам, документам из различных республик бывшего Советского Союза. Там у нас Молдова, Беларусь, страны Балтии, страны Закавказья, Средней Азии и так далее. Дальше коллекции по конкретным событиям. Августовский путь 91-го года, выборы в Государственную Думу, выборы в Московскую городскую думу, всенародное голосование по Конституции России, 93-й год, выборы в Государственную Думу, 95-й год, выборы в Государственную Думу, выборы мэра Москвы, 99-й год. Ну, а последняя коллекция, она немножко отличается от всех остальных, потому что, в отличие от них, она не имеет как бы политического содержания, но, тем не менее, по своему происхождению, по своей хронологии и по тому, как она косвенно отражает эти политические события, она у нас также является частью вот этой серии. Ну, давайте, наконец, заглянем в коллекцию, посмотрим, каким образом она сделана, каким образом с ней можно работать. то, на что мы сейчас смотрим, это путеводитель, ну, это популярный как бы путеводитель, можно сказать, он живет просто на сайте нашей библиотеки. В нем вот подробно расписываются все эти коллекции из этой серии. Вот, а мы давайте с вами заглянем в наш каталог, в наш общий каталог Холис и посмотрим, как это выглядит там. Прежде всего, конечно, я хочу сказать, что важно знать об этой коллекции, то, что вы не найдете индивидуального записи, индивидуального описания каждого документа в этой коллекции. Это мы сделать не сумели, у нас не было ни времени, ни средств, ни штатных единиц, эта коллекция слишком большая. Поэтому мы выбрали другое решение, мы решили просто подробно описать сами вот эти коллекции, вот эти семь коллекций, и оцифровать их, предоставляя таким образом исследователю уже возможность самому исследовать эти коллекции уже чисто визуально после этого. Давайте посмотрим на запись, нашу библиографическую запись по коллекции выборы 95-го года. Как мы видим, это довольно подробная коллекция. Во-первых, здесь у нас есть предметные заголовки, во-вторых, очень подробная роспись содержания. Причем, поскольку речь идет о выборах, то элементы содержания это, в общем, название партий политически, которые участвовали в этих выборах. Надо сказать, что у нас есть материалы по всем, по-моему, там было 43 партии, и они по всем у нас есть материалы в этой коллекции, и даже плюс там несколько партий, которые не вошли в окончательный список. Здесь, по-моему, разобраться довольно легко, поскольку это практически транслитерация русских названий партий. Если мы спустимся чуть вниз в этой записи, то мы увидим ссылку, вот это уже ссылка, и опять знакомый нам квадратик со стрелочкой. Вот мы на него нажимаем для того, чтобы попасть уже, собственно, в электронный, в оцифрованный в этой коллекции. Она грузится, кажется, что ничего не происходит, на самом деле она загружается. Естественно, чем больше, чем объемнее коллекции, тем больше времени это занимает. Но мы, Надежда, не теряем. Вот, загрузилась. Итак, в центре у нас будут, естественно, наши изображения, а вот слева мы видим наше меню. Меню, как мы видим, два основных элемента, это коробки. Коробка такая и коробка сякая. Действительно, там две коробки, это настоящие физические коробки. Давайте раскроем, раскроем первую из них. Открываем. И сразу открылась первая папочка, но мы ее пока закроем. И вот мы видим, здесь у нас идут все эти папки, папки с партиями. Причем я должна сказать, что они организованы в том порядке, в каком они набрали голоса в результате выборов. Поэтому Коммунистическая партия идет первой, затем наш дом, потом ЛДПР. Посмотрим, что внутри каждой папки. Мы открываем папку яблока, и дальше, к сожалению, мы уже видим, что на этом описание наше словесное кончается. Дальше мы видим уже только цифры. Но зато мы можем видеть изображение. Мы получаем изображение, и вот их мы уже и можем изучать. И я должна сказать, что даже несмотря на то, что это, казалось бы, визуальный материал, мы видим плакат, тем не менее, на нем есть текстовые элементы. Эти элементы мы даже можем получить в виде машиночитывания текста. И в данном случае это сделано, кстати, неплохо, хотя это делалось автоматически, но вот в данном случае это какой-то связанный текст, действительно. И так, и это, в общем, относится ко всем этим документам, где можно этот текст мы получаем. Так что я очень рекомендую эти коллекции, эти коллекции все, они очень интересные, там действительно по содержанию они очень-очень разнообразные, и загляните. Ну и поскольку мы уже начали говорить об изображениях, перейдем к, собственно, коллекциям изображений. В первую очередь здесь, конечно, важно рассказать о коллекции так называемой Балериус или коллекции русского театрального дизайна. Это коллекция изображений, которая является частью архивов, так называемых архивов Балериус. это целая группа архивов гарвардских, связанных с, которые имеют отношение к русским балетам Дягилева, к русскому балету Дягилева и различным его последующим воплощениям. Это несколько коллекций, как я сказала, среди них самая крупная, самая выдающаяся, это коллекция Хобарда Ротшильда, есть остальные коллекции, например, там есть письма Лефаря, Баланчина, архивы Балериус де Монте-Карло, Михаила Фокина, архивы Стравинского-Дягилева и так далее. И жемчужиной этих коллекций являются работы русских театральных художников. Это и эскизы костюмов, эскизы декораций, эскизы театральных программок, какие-то просто художественные работы, портреты. И среди авторов представлены выдающиеся художники Бакс, Головин, Бенуа, Гончарова, Пикассо и так далее. И вот в 2009 году, когда отмечалось столетие русского балета Дягилева, большинство этих изображений были оцифрованы в городе. Давайте посмотрим, как все это выглядит, как можно с этой коллекцией познакомиться. Сейчас мы с вами попали в эту часть, в этот модуль нашего каталога для цифровых изображений в виде Холлис и Минчис. И здесь мы видим, сейчас увидим, через буквально несколько мгновений, когда они загрузятся, мы увидим галерею этих изображений. Как мы видим, здесь почти 700 изображений. и мы увидим, что в отличие от российских эфемерит, здесь каждое изображение подробно описано и имеет свою запись. Итак, 700 изображений, как с ними разобраться? Вот справа здесь мы видим их различные характеристики. И вот по этим характеристикам можно ограничивать наш поиск. здесь у нас, видите, можно ограничить по теме, по автору, по географии, по жанру и так далее. Давайте попробуем ограничить. Возьмём одного художника, допустим, Гончарова. У нас здесь 55 её работ. Мы можем ограничить наш поиск ещё дальше. Мы можем, например, взять лишь её дизайн костюмов. 36 работ. Можем взять лишь костюмы для произведений Римского Корсакова. Получили ещё меньше, ещё 22 уже результата. Давайте наконец заглянем внутрь и посмотрим подробно, рассмотрим, посмотрим, что нам даёт наш каталог. Как вы видите, обратите внимание, здесь как бы в уголке у каждой миниатюры мы видим две наложенные друг на друга карточки. и цифра два. Это означает, что нам предлагаются два изображения. И что мы видим на этих изображениях? Одно из них среднего разрешения, а вот второе, это высокое разрешение. Вот, на него я сейчас и нажала, и мы его посмотрим. смотрим. Вот, мы можем его увеличить, можем увеличить всё, вот, и подробненько его рассмотреть. Вот, а также, как вот, вот здесь хочу обратить ваше внимание, здесь, собственно, запись, описание, уже техническое вот этой работы, и к каждому изображению здесь относятся. Следующий ряд коллекций, о которых хочу поговорить, также визуальные коллекции, это коллекции уже более близкие нам по времени, это коллекции советского времени, различные советские коллекции фотографий и плакатов. Прежде всего, хочу обратить внимание на коллекцию стеклянных диапозитивов завода диафото. Почему эта коллекция интересна? Я, кстати, не знаю, насколько распространены подобные коллекции в российских библиотеках, насколько они имеются, я не знаю, но вот среди американских библиотек городская коллекция диафото считается единственной. Итак, это диапозитивы, стеклянные диапозитивы московского завода диафото, завода, который работал с 30-х по 50-е годы. Наша коллекция относится к 40-м годам. У нас фотографии двух серий сельское хозяйство СССР и реки и озера СССР. Работы здесь, фото работы здесь и цветные, и черно-белые. И вот, как я уже упоминала, у нас очень по-разному описываются наши все коллекции, разные коллекции по-разному. вот здесь вы заметите, у нас просто надписи на русском языке, просто-напросто на чистом русском языке. То есть каталогизаторы, когда каталогизировали, они взяли непосредственно подпись под диапозитивами и использовали ее при описании, затем просто переводили ее на английский язык, здесь нет транзитерации. Ну и также здесь есть у нас индивидуальная подпись, индивидуальная роспись каждого изображения. Следующая фотография, это очень крупная коллекция, очень крупная коллекция фотографии Совинформбюро. Это очень большая коллекция, в ней без малого 6000 изображений, это фотографии, сделанные фотографиями, которые официально работали для Совинформбюро. Коллекция очень разнообразна по тематике, здесь все что угодно, здесь от фото официальных лиц до фотографий простых людей, здесь самые разные ситуации представлены, и какие-то производственные фотографии, и люди в моменты отдыха, и семейные какие-то сцены, самые различные отрасли человеческой деятельности, от производства, до занятий искусством, до занятий спортом, есть фотографии пейзажные, есть фотографии исторических событий, например, Великой Отечественной войны, Словом, коллекция очень интересна. И вот здесь мы тоже видим с вами, кстати, вот эти две наложенные карточки и цифра 2, но здесь это означает кое-что другое, нежели раньше в коллекции Балерию, здесь это означает лицевая сторона и обратная сторона фотографии. Посмотрим, как это выглядит, лицевая сторона, на которой мы видим как раз непосредственно лицо в данном случае, и затем нажимаем стрелочкой и мы видим обратную сторону, потому что на обратной стороне также есть какие-то элементы информации, здесь могут быть печати, какие-то коды, иногда наклейка какая-то бывает с информацией тоже о фотографии. Так что вот словом коллекция очень интересная, очень рекомендую с ней познакомиться. Следующий ряд коллекций визуальных это коллекции плакатов советских. Здесь две важных коллекции я хочу отметить. Коллекции советских антибюрократических плакатов с 60-х годов по начало 90-х это коллекции работ художников группы «Боевой карандаш». И в этой коллекции как собственно само собой понятно из названия тематика это борьба с бюрократией. Так что это в общем сатирические антибюрократические плакаты. Вид изображения нам дается только один изображение и описание на каждое. Следующая коллекция это российские политические плакаты с 86-го года начиная. Эта коллекция на коллекции я хочу ее упомянуть в связи как раз с эфемеридами с нашими, потому что она как бы дополняет, собственно сопутствует нашей коллекции российских эфемерид, потому что это та же эпоха и собственно та же цель. Это плакаты в основном предвыборные, различных предвыборных компаний. Ну и вот здесь можно познакомиться. Всего их 174. Следующий формат, о котором я хочу поговорить, это аудиоколлекции. Если говорить о русских коллекциях, здесь немного и вообще о славянских, здесь совсем их немного таких аудиоколлекций, но тем не менее все-таки мне хочется упомянуть именно эту коллекцию. Она оформлена как сайт, создана она сотрудниками из нашей библиотеки поэзии. В Гарварде есть такая маленькая библиотека поэзии в Удбери. И The Listening Booth или аудиорубка это сайт, кстати, я знаю, что, по-моему, в Zoom как-то очень странно выглядит этот сайт, по-моему, он не двигается, если я даже по нему двигаюсь вниз, то все равно, по-моему, картинка статичная. Но поверьте мне, что если двигать его вниз, то там вытекает целый список поэтов. Что здесь записано? Записаны здесь аудиозаписи выступлений различных поэтов, которых когда-либо приглашали в Гарвард. Они приезжали с поэтическими чтениями, и вот собственно это и является содержанием этой коллекции. Здесь большинство поэтов, здесь, конечно, англоязычные, но есть и славяноязычные поэты, в том числе русскоязычные. Например, я хотела показать, продемонстрировать здесь раздел Бродского. Бродский, здесь есть запись выступлений Бродского в 1980 году в Гарварде. И здесь мы видим целый список стихотворений, которые он читает по-русски и по-английски. Обычно эта пара идет в одно и то же стихотворении на русском и на английском затем. И затем сессия вопросов и ответов. Вот, я могу дать послушать буквально ... Мы не будем долго на это отвлекаться, просто я хотела упомянуть эту коллекцию, потому что она такая, что ее легко не заметить, скажем так, среди всех остальных. Переходим к теме книг. Оцифровываем ли мы книги? Конечно, да, оцифровываем книги и переводик. Но здесь важно помнить то, что, во-первых, мы, конечно, в этой деятельности очень ограничены законом об авторских правах. Мы можем оцифровывать лишь книги и периодику, изданные до 1922 года. Вот, практически все эти фонды в Гарвардской библиотеке уже оцифрованы. Они были оцифрованы, во-первых, в рамках проекта Google Books, поскольку Гарвард был одной из первых пяти библиотек, которые сотрудничали с Google Books. И все, что не оцифровал Google Books, мы потом добрали сами индивидуально, так что практически все оцифровано, и все это в свободном доступе доступно. Либо через Google Books, либо у нас через наш каталог Холис. Но время от времени все-таки к нам попадают какие-то новые старые книги, и мы тоже стараемся их оцифровать каждый раз. Например, недавно это достаточно новая коллекция старобрядческих книг. Она совсем небольшая, там всего шесть книг, но она, на мой взгляд, очень симпатичная, очень интересная. Эти книги попали к нам от американца, который к нам обратился. Он потомок русских старобрядцев, которые когда-то эмигрировали в Америку, привезли с собой эти книги, но их потомок уже не владеет русским языком, а уж тем более не умеет читать такие книги. И поэтому он решил найти для них что называется хороший дом, и он его нашел в Гарварде. Коллекция это интересно тем, что эти шесть книг представляют собой на самом деле такой очень интересный спектр различных методов старообрядческого книгоиздания. Первая книга вообще издана в 1651 году, то есть еще до Раскова, и именно поэтому она принадлежит к старообрядческому библиотеке. Остальные книги изданы какие-то изданы в XIX веке, одна из них рукописная, а остальные три были изданы в самом начале в X-е годы XX века. И мы все эти книги оцифровали, и я хочу показать вам, как это было сделано, как это у нас выглядит. Опять немножко загружается. Я хотела сказать, что мы оцифровали эти книги очень любовно. Что я имею в виду под этим? Мы оцифровали буквально все уголки этих книг. Например, мы оцифровали корешки, мы оцифровали обложки, мы оцифровали вот в этой книжке, например, внутри ее мы нашли вот то, что те самые эфемериды, это какие-то бумажки, странички календарей, молитвы, которые были просто туда вложены, и мы их на всякий случай оцифровали тоже, поскольку это тоже документы, и это тоже важно. Но вот после всех этих документов я вам покажу сейчас и, собственно, страницу, что там есть и книга, там не только бумажки. Вот, собственно, страничка, начинается книга. вот, и теперь, наконец, я подошла, собственно, это все коллекции, о которых я хотела рассказать, а теперь я подошла к вопросу о том, как же, каким же образом, собственно говоря, все эти коллекции найти самостоятельно, после того, как у нас закончится сегодняшняя беседа, найти эти коллекции и остальные. Мне кажется, что наиболее, может быть, прямой путь к этому, это через специальный путеводитель «Цифровые ресурсы для славянских, восточноевропейских и евразийских исследований», которые мы создали в самом начале пандемии, когда все только началось, и когда мы оказались в локдауне, на котором мы уже находимся 8 месяцев. И это был момент, когда стало понятно, что для наших исследователей любые исследования на данном этапе должны, могут вестись лишь на основе цифровых ресурсов. Поэтому мы собрали все, что было мощное, и гарвардские ресурсы, и все помимо Гарварда, и сделали вот такой путеводитель. Организован он по форматам. Вот здесь слева у нас меню, здесь различные форматы материалов, и архивы, аудио, библиографии, электронные книги, журналы, видео, и так далее, и так далее. Внутри каждого формата у нас два раздела. Гарвард и где-то еще. Где-то еще это значит где-то в интернете помимо Гарварда. Это, конечно, интересно, но в данный момент нас это не интересует. Нас интересует с вами вот этот раздел Гарвард. В разделе Гарвард мы перечислили все, к чему имеют доступ наши исследователи. То есть это и коммерческие ресурсы, которые предоставляет Гарвард, и некоммерческие, которые мы сделали сами, которые в основном открыты для всех. Каким образом разобраться, где, что, какие ресурсы открыты, какие нет? Нужно следить вот за этой колонкой. Нужно смотреть как колонка продюсер, производитель. Здесь мы видим название производителя. Значит, если мы видим Гарвард, значит, это 99% что это открыто и что можно этот ресурс спокойно использовать. И вот, посмотрите, мы здесь идем, смотрим не Гарвард, не Гарвард, не Гарвард, не Гарвард, Гарвард. Открытый проект. Не Гарвард, 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 Гарвард. То же самое могу показать на примере и Февары. У нас там очень много всего есть. Не Гарвард, не Гарвард, не Гарвард, Гарвард, не Гарвард, 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 Много-много будет здесь города. Я ссылку на этот ресурс вам дам обязательно в чате в самом конце. Кроме этой ссылки я еще вам дам следующие ссылки. Ссылку на наш общий каталог, ссылку на каталог изображений, на каталог архивных путеводителей, также ссылку на вот такую услугу. Это бесплатная онлайновая услуга «Спроси библиотекаря». Можно задать, по-моему, во многих российских библиотеках эта услуга тоже есть. Можно задать любой вопрос, можно задать его на любом языке, можно задать на русском. Вот этот вопрос все равно пришлют мне.